МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Нехватка рабочих и разбитой дороги. Откровенный разговор ради Хабирова с главами сельских поселений. В Уфе разрушаются фонтаны советской эпохи. Какое будущее их ждет? В Башкирии построят центр, где животные будут лечить людей. От вахтовика до фотографа Каннского кинофестиваля. Уфимец снимает Ким Кардашьян и Ирину Шейк. Поэтому я говорю, давайте этот год просто тихо переживем. Состояние дорог, содержание мусорных площадок и меры поддержки семей. Ради Хабиров обсудил вопросы, волнующие жители Башкирии, с главами сельских поселений. И если одни проблемы глава республики готов решить в ближайшее время, то другие просят отложить. Например, завершение ремонта дороги. Бирск-Тастобосадка, по которой уже запустили движение автомобилей, но работа там полностью не завершена. Трафик вообще большой сейчас стал. Сейчас все фуры, все даже вплоть до автобусов. Глава здесь нет, в Нечелинске. И если есть там какой-то прогноз по деньгам, напишут. А я буду смотреть, куда ее воткнуть, в какую вот историю. Во-первых, разберусь, что это дорога. Значит, по Бирску-Тастобосадке. Спасибо. Как вам сказать. Я до сих пор не очень понимаю, что столько денег вот на эту дорогу было. Наверное, можно было найти более оптимальное решение. Но что есть, то есть. К сожалению, эту дорогу мы еще до конца не сдали. Обсудили и фонящие дороги, страдающие от большегрузов, углоустройство сел и нехватку рабочих мест в Башкирии. Сейчас у нас большой проблемой становится даже не столько, а значит, безработица. Помните, одно время. Я вот в 2018 году, когда начал работать, во многих муниципалитетах такая острая стояла проблема безработица. Сейчас этой проблемы как таковой нет. У нас хуже ситуация. У нас не хватает рабочих мест. Безработица там где-то 2,6%, а не хватает рабочих мест, потому что вакансии в каждом крупном предприятии есть. 850 взрослых пациентов и более 200 детей получили помощь. Это лишь некоторые итоги деятельности уфимского хосписа, который отметил первый год работы. Функционирует учреждение не только за счет государственного финансирования, но и благодаря меценатам. Хоспис работает. Всегда же надо было здание-то зданием запустить все процессы здесь. Значит, все работало. Качество, укомплектовать штат, наладить работу с волонтерами, открыть здесь филиалы медуниверситета и так далее. Поэтому хоспис сейчас уже такой важный элемент системы здравоохранения нашей республики. На данный момент в хосписе работает 120 сотрудников, которые ежедневно стараются сделать жизнь тяжелобольных и их родных комфортнее. Активное участие в работе учреждения принимает Корене Хабирова. Хоспис – это про жизнь. И все продолжается, все перетекает из одного в другое. И когда говорят, что что можно сделать, человек, казалось бы, все равно уйдет. Некоторые говорят, что еще для него сделать, человек уйдет. А получается так, что ты начинаешь делать для человека, для которого это последние дни его жизни, а делаешь не только для него, а делаешь для его семьи, делаешь для продолжения, для их детей, для того, чтобы жизнь продолжалась. Более 30 тысяч рублей. В Башкирии изменили сумму штрафа за выгул опасных собак без намордника. Поправки в законодательстве запрещают выгуливать собак, которые могут быть опасны для окружающих, без поводка, ошейника и намордника в общественных местах, кроме специальных площадок. Исключение – собаки ниже 30 сантиметров в холке и собаки-поводари. За нарушение предусмотрены штрафы. От 4 тысяч рублей для граждан и до 30 тысяч рублей для юридических лиц. В Уфе установился настоящий летний зной. Обычно в такую погоду горожане спасаются от жары у водоемов. Но сразу семь пляжей башкирской столицы были закрыты по причине обильных дождей. Вода в реках помутнела, а купание пока под запретом. Некоторые горожане вместо пляжа выбирают фонтаны. Их в Уфе не менее двух десятков. Но, к сожалению, не все из них находятся в хорошем состоянии. А некоторые и вовсе не работают. Чаша фонтана рядом с Уфимской детской филармонией на проспекте Октября уже заросла мхом. Над этим запустением возвышается статуя, напоминающая датский памятник русалочки. В мэрии города отметили, что на балансе гор Зеленхоза фонтан не числится. А планы на его будущее пока не раскрыли. Среди строительной техники, арматуры и земляных холмов стоит скульптура фонтана «Мальчик с Кураем». Объект без преувеличения знаковый. Первые струи воды взвелись еще в 1974 году. Сейчас он не действует. Из-за проходящей на площади перед кинотеатром «Искра» реконструкции. Ее должны завершить к юбилею Уфы, который будет праздноваться 31 августа. Чаша фонтана будет увеличена на 3 метра. Через реконструкцию проходит и ровесник «Мальчика с Кураем». Мозаичный фонтан в сквере Ильича в Черниковке. Правда, сохранить оригинал, по словам подрядчика, выполняющего работы, было невозможно. Но горожан уверили, что полюбившийся им фонтан восстановят в том же виде, только из новых, более качественных материалов. У танцующих журавлей неподалеку от городского дома культуры вовсю резвятся юные уфимцы. При этом фонтан, находящийся прямо через дорогу, горожан так и не радует. Только табличка «Недружелюбно» предупреждает об опасности воды в его чаше. Что интересно, когда-то прямо у здания ГДК находился еще один фонтан. Своими воспоминаниями о нем делится наш оператор, выросший в этом районе Уфы. Он был красивый, как минимум, и тоже мозаичный. Когда я начал искать информацию о нем для проекта, который мы делаем с интернет-редакцией телеканала ЮТВ, про прошлое Уфы было стало, я начал искать информацию, и ее на самом деле не так много. И как бы данных о том, зачем его закопали. Я думаю, что его закопали в связи с тем, что многие фонтаны у нас в городе почему-то не обслуживаются, или они заброшены, и как бы это был один из них. Его просто не обслуживали и решили превратить в клумбу. Таким образом, фонтанов здесь было когда-то три, и между собой они образовывали треугольник. При этом танцующие журавли перекликаются с еще одним городским фонтаном, находящимся напротив дворца молодежи. Здесь журавли танцуют, там они улетают. Фонтан перед дворцом молодежи работает с 14 до 20 часов, рассказали нам в мэрии города. Еженедельно он проходит техническое обслуживание, и в этом году его ремонт не предусмотрен. Артур Бигнов, Андрей Шуняев, Инзира Вахитова, Александр Куликов, Телеканал ЮТВ. Я пыталась взять ипотеку на другой дом, короче, найти в аренду, но когда я говорила о том, что там будет, я буду с собаками, такие, типа, девушка, адьос, все. Именно так начиналась история одного приюта под Уфой. Три года назад 15 собак остались без конуры над головой, а Юлиана Гафарова не смогла пройти мимо. Взять ипотеку на собачий дом, конечно, не удалось, но с помощью друзей она смогла найти полузаброшенное здание, где провела первую зиму в качестве хозяйки собачьего приюта. Я девушка, которая не знала раньше, как выглядит шуруповерт, научилась теперь, мне кажется, уже строить просто дома. И там же произошел мой такой очень серьезный, мне кажется, духовный рост, духовное становление. Я поняла, что все, к чему я раньше стремилась, все, о чем я раньше мечтала, это такая фигня. Сегодня приют Юлианы официально оформлен. Там живут 40 собак, у них есть свои вольеры, они обеспечены питанием, а девушка ежедневно гуляет и занимается с ними. Ухаживает за животными Юлиана сама, единственный помощник – ее мама. Ко мне ребята приезжают, волонтеры, но это на самом деле не часто. Все-таки у меня частная территория, нет возможности такого проходного двора. И мое дизайнерское мышление проектное помогло мне все так спланировать, что я, в принципе, одна со всем справляюсь. Я быстро убираюсь, я быстро кормлю, я очень много времени потратила на то, чтобы собаки не доставляли неудобства соседям. Юлиана продолжает работать по профессии. Девушка – дизайнер. Практически все заработанные деньги она тратит на собак. Просить помощи у волонтеров непросто, рассказывает девушка. Большую часть времени, все, что у меня есть приют, я его содержала исключительно для своих денег. То есть я продолжала работать дизайнером, я неплохо всегда зарабатывала. У меня, конечно же, были определенные накопления. Мне, в принципе, этого хватало. Я подстроила питание, животное, что это, в принципе, не какие-то сумасшедшие деньги. И все же без финансовой поддержки полноценно продолжать свое дело Юлиане невозможно. Многие собаки, которым помогает девушка, имеют проблемы со здоровьем, а их лечение обходится в круглую сумму, которую и помогают собрать другие волонтеры, а также неравнодушные люди. И в ответ Юлиана хочет помочь им через новый проект «От сердца к сердцу». Ребята, которые занимаются животными, а это особая категория волонтерства, они очень сильно подавленность, усталость, апатия, перепады настроения. Вот я поняла, что если мы хотим помогать классно животным и делать много всего, пора заняться людьми. Так родилась вот эта идея. Там несколько, скажем так, направлений, которые будут задействовать. Основное – это психологическая помощь и поддержка волонтеров. То есть у нас запланированы индивидуальные сессии с психологом и групповые занятия. Также проект предполагает профильные уроки по работе с животными, организацию досуга и отдыха волонтеров и многое другое. На его реализацию Юлиана выиграла президентский грант – 2,5 миллиона рублей, что позволит волонтерам в течение всего года абсолютно бесплатно получать психологическую поддержку. В планах у девушки построить полноценный реабилитационный центр, основанный на взаимодействии людей и животных. По словам Юлианы, на реализацию такого проекта она закладывает 5 лет. Но в планах открыть его двери для посетителей гораздо раньше – уже через 3 года. Первые животные поселятся там уже этим летом. Земля для центра уже выбрана. И там будет комфортно и людям, и животным, обещает наша собеседница. Мы нашли благодаря одному волонтеру, Артема, он нашел Белорецкий, под Белорецком, в горах, это Южный Урал, вы знаете, нашел заброшенную деревню. Она находится прямо в простое место сказочное. Там начинается Белое, там горный родник, там небольшое озеро есть, там просто гектары соснового леса, шикарные виды, поля. С администрацией района уже удалось договориться, говорит Юлиана. Теперь пространство нужно благоустроить, причем по проекту там не будет классической базы отдыха. На начальном этапе хотят построить не больше 10 домиков для отдыхающих, но первыми жителями станут 40 собак из уже существующего приюта Юлианы. Проект поможет также и детям из детских домов, пенсионерам и простимулирует развитие туризма. Причем девушка признается, что не хочет постоянно просить денег у властей и бизнеса, а потому в планах выйти на самоокупаемость. Нам хочется, чтобы мы были максимально независимы, мы будем сами себе корм делать, у нас будет столярная мастерская, токарная мастерская, где ребята могут навыки различные там отрабатывать, и сами себе там ботки, вольеры, все это будем тоже делать. Потом мы хотим развить, очень припиарить наш личный бренд с хвостом, то есть это и корма, и амуниция различная, то есть различные, я же все-таки дизайнер, предметы интерьера связанные с животными. Также в планах использовать возобновляемые природные ресурсы. Солнечные батареи, ветрогенераторы, компостеры и другие экологичные источники энергии. Но все же, на начальном этапе финансов нужно много, а потому приют открыт для помощи от всех неравнодушных. Если и вы хотите помочь центру, то можете связаться с Юлианой через группу «Дом с хвостом» ВКонтакте. Алсу Гумерова, Денис Закариев, телеканал ЮТВ. Это светская львица Ким Кардашен на модном показе Балентеяги в Париже. Это уже актрисы Панелопе Круз и Аманда Сейфрид, а также певица Кайли Минок после благотворительного балла Мэтт Галла в Нью-Йорке. Объединяет их одно. Все они в объективе уфимского фотографа Артура Гореева. Буквально на днях он снова был во Франции уже на презентации одежды Тома Брауна. Мы созвонились с Артуром Гореевым и узнали, как он начал снимать самые топовые мероприятия от различных модных показов до Каннского кинофестиваля. И первый вопрос, который мы задали нашему земляку – как он оказался в Нью-Йорке. Я сначала поехал просто по турвизе, потому что, в принципе, давно хотел просто на месяцок попасть в Нью-Йорк. Но потом как-то все так закрутилось, завертелось. Начал знакомиться с новыми людьми, развалиться контактами. И уже после этого понял, что хочу остаться в Нью-Йорке, иметь право легально работать, потому что по турвизе ты работать не можешь. И, получается, сделал визу талантов. Это виза, которая позволяет легально находиться в стране. Она дается на три года, дает право работать в той области, по которой ты подаешься. По словам Артура Гореева, первый интерес к фотографии появился в УЗИ. Еще тогда студент уфимского нефтяного университета и подумать не мог, что это мимолетное увлечение станет частью его жизни. Ведь сразу делать хорошие кадры у него не получалось. Поэтому парень благополучно забросил хобби. Увлекаться снова фото Артур Гореев стал в США, когда отправился туда в первый раз по программе World Contravel. Я снимал на телефон, мне все время нравилось сфоткать на телефон, обрабатывать там всякие программки. Когда мы поехали уже путешествовать после трех месяцев работы, тогда у меня еще был, по-моему, четвертый какой-то айфон, на нем было всего 8 гигабайт памяти. Естественно, они очень быстро закончились. Мы собирались ехать в социальные парки, Гранд Каньон и прочее. Ну, как вот так вот, поехать все-таки красоты и не сфоткать это. И я просто купил на eBay какую-то самую такую простую камеру и поехал с ней. Фоткал на режиме авто, просто чтобы получился кадр. В какой-то момент я случайно перешел на другой какой-то режим, и у меня кадр был полностью такой темный. Вернувшись обратно в УФУ, Артур Гореев стал задаваться вопросами, что за режим он случайно включил и почему кадры получились темными. Молодой человек начал посещать различные мастер-классы и курсы. Тогда парень уже окончил вуз и получил должность нефтяной компании. А в свободное время он устраивал фотосессии, а после и вовсе открыл вместе с друзьями свою студию. И по мере того, как мы ее открывали, делали ремонт, делали новые залы, я понял, что возвращаться уже в нефтянку я не хочу, потому что, во-первых, вахты были довольно нестабильные, то есть 6 недель работаешь, 3 недели отдыхаешь, бывает и дольше. Я понимал, что я свой бизнес не могу на 6 недель, на 2 месяца образно оставить и не появляться там. Первое время у нас не было ни администраторов, никого, то есть мы все делали сами. Я принял решение, что надо, в общем, с нефтянки уходить. Артур Гореев с головой погрузился в свое дело. Продолжал активно изучать ремесло, находить модели и проводить фотосессии. Особенно он полюбил хоррор съемки. Можно сказать, с этого жанра и начался путь уфимского фотографа. Дальше пошли коллаборации с крупными брендами. А после неожиданно для себя Артур Гореев переквалифицировался в ивент фотографа. Теперь он работает по всему миру. Для меня это было прям как новая территория. Я понял, что, в принципе, это прикольно, это круто. В этой среде, в этой сфере ты должен работать очень быстро, должен ориентироваться, должен знать, кого надо снять, кого не надо снять. В общем, было сложно, потому что ритм другой. В студии ты приходишь, у тебя все комфортно, ты расставляешь схему света, как бы ты вот один на один. А там тебе приходится бороться, чтобы сделать кадр образно, потому что еще куча фотографов. Переехав из Уфы в Нью-Йорк, Артур Гореев начал снова обрастать новыми связями. Сначала парень работал с местными блогерами и инфлюенсерами, снимал небольшие мероприятия. Постепенно знакомство уфимцу помогли выйти на новый уровень. Это уже различные модные показы, кинофестивали и другие значимые мероприятия мирового масштаба. Некоторые медийные личности уже знают Артура Гореева, мило улыбаются и с удовольствием позируют. Как признается фотограф, причина кроется в простой вежливости. Приходит какая-нибудь особо большая звезда, типа Шерон Стоун. Она садится и на нее сбегается просто сразу человек 10-15. И ты либо пробиваешься, орешь и всякое прочее, либо, как потом решил делать я, я просто жду, пока они все уйдут, пока придет кто-то другой. И я уже подхожу, вежливо спрашиваю, можно ли вас снять. Они очень, многие, кстати, что я удивился, поражаются тому, что типа я их спрашиваю, что я такой вежливый, потому что все как кошуны летают, а тут человек подходит и спрашивает. И поэтому они совершенно в другом настроении, нормально, спокойно позируют. Артур Гореев не исключает, что в будущем может переехать из Нью-Йорка, но не перестанет заниматься фотографией. Парень хоть и добился внушительных высот, однако не перестает развиваться в своем ремесле. Уроженец Уфы также продолжает работать с различными брендами и проводить творческие фотосессии. Розилию Дашбаев, Игорь Яковлев, Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я имею травматический пистолет, на который имею разрешение РОХА. Суть своего мдра. Гарик, что делаешь? Добро. Добро? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова